В ответ его народ смог лишь сказать, прогоните семью Лута из вашего селения. Воистину, эти люди хотят очиститься. Мы спасли его вместе с его семьей, кроме его жены. Мы предопределили ей оказаться в числе оставшихся позади. Мы пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали. Скажи хвала Аллаху и мир его избранным рабам. Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи. Кто создал небеса и землю и не спослал вам с неба воду? Посредством нее мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет. Но они являются людьми, которые уклоняются от истины или равняются Аллахом, вымышленных богов. Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет. Но большинство их не знает этого. Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидание. Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о своей милости? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщаются товарищи. Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Скажи, приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят. Более того, они не знают о последней жизни или, но их знание станет совершенным в последней жизни. Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней. Неверующие говорят, неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил? Это было обещано нам и раньше нашим отцам, но это всего лишь сказки древних народов. Скажи, постранствуете по земле и посмотрите, каким был конец грешников. Не печалься о них и не будь стеснен тем, что они замышляют. Они говорят, когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду? Скажи, возможно, некоторое из того, что вы торопите, уже находится позади вас. Воистину, твой Господь оказывает милость людям, но большинство их неблагодарны. Воистину, твой Господь знает то, что таят их сердца и то, что они обнаруживают. На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было в Ясном Писании. Воистину, этот Коран рассказывает сынам Исраила большую часть того, о чем они расходятся во мнениях. Воистину, это верное руководство и милость для верующих. Воистину, твой Господь рассудит между ними своим судом. Он могущественный, знающий. Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют наши знамения, будучи мусульманами. Когда же свершится над ними слово, мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в наших знамениях. В тот день мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью наши знамения, и их будут подталкивать. Когда они придут, он скажет, неужели вы сочли ложью мои знамения, даже не постигнув их? Что же вы совершали? Слово свершится над ними за то, что они поступали несправедливо, и они будут безмолвствовать. Разве они не видели, что мы создали ночь для того, чтобы они отдыхали в течение нее, и день для освящения? Воистину, в этом знамение для верующих людей. В тот день подуют в рог, и придут в ужас те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить. Все предстанут перед ним смиренными. И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы делаете. Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут обезопашены от страха. А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в огонь ничком. Разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали? Скажи, мне велено только поклоняться Господу этого города, Мекки, который Он провозгласил заповедным. Ему принадлежит всякая вещь. Мне же велено быть одним из мусульман и читать Коран. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А тому, кто впал в заблуждение, скажи, я всего лишь один из тех, кто предостерегает. Скажи, хвала Аллаху, Он покажет вам свои знамения, и вы узнаете их. Твой Господь не находится в неведении о том, что вы совершаете. Сура Аль-Касас Рассказ Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Та-Син-Мим Это аяты Ясного Писания. Мы доподлинно прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и фараона. Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие. Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками, даровать им власть на земле и показать фараону, хаману и их воинам то, чего они остерегались. Мы внушили матери Мусы. Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников. Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Воистину, фараон, хаман и их воины были грешниками. Жена фараона сказала, «Вот у слада очей для меня и тебя. Не убивайте его. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его. Они ни о чем не подозревали. Сердце матери Мусы опустело, переполнилось тревогой и оказалось лишено всех иных чувств. Она готова была раскрыть его, свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. Она сказала его сестре, «Следуй за ним». Она наблюдала за ним издали, и они не замечали этого. Мы запретили ему брать грудь-кормилец, пока она, сестра Мусы, не сказала, показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра. Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха – истина. Но большинство их не ведает этого. Когда он достиг зрелого возраста, мы даровали ему власть, мудрость или пророчество, и знание. Так мы воздаем творящим добро. Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил ему помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кулаком и прикончил. Он сказал, «Это одно из деяний сатаны. Воистину он является явным врагом, вводящим в заблуждение». Он сказал, «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе, прости же меня». Он простил его, ибо он прощающий, милосердный. Он сказал, «Господи, за то, что ты оказал мне милость, я никогда не буду пособничать грешникам». Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса сказал ему, «Ты являешься явным заблудшим». Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал, «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле, и не хочешь быть в числе тех, кто примеряет людей». С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал, «О, Муса, знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи. Воистину я даю тебе добрый совет». Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал, «Господи, спаси меня от несправедливых людей». Направившись в сторону Мадьяна, он сказал, «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал, «Что с вами?» Они сказали, «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар». Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал, «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала, «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал, «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». Одна из двух женщин сказала, «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». Он сказал, «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих, на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на все десять лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». Он сказал, «Договорились, какой бы из этих двух сроков я не отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим». Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье, «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». Подойдя туда, он услышал глаз со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины. «О, Муса, я Аллах, Господь миров, брось свой посох». Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся или не обернулся. Аллах сказал, «О, Муса, подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это два доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми». Он сказал, «Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня. Мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною, помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость». «Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом». Он сказал, «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством или силой. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями». Когда Муса явился к ним с нашими ясными знамениями, они сказали, «Это всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших отцов». Тогда Муса сказал, «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от него и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют». Фараон сказал, «О, знать! Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. О, Хаман! Разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является одним из лжецов». Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. «Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец беззаконников!» «Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь и в день воскресения им не окажут помощи. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут в числе отдаленных от милости». «Погубив первые поколения, мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание. Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили на Мусу наше повеление, и тебя не было в числе присутствовавших. Но мы сотворили поколение после Мусы, и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников. Тебя не было на склоне горы, когда мы воззвали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег истерег народ, которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помянут назидание. А если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали, Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями и стали одними из верующих? Когда же к ним явилась истина от нас, они сказали, почему ему не даровано то, что было даровано Мусе? Разве они не отвергли то, что прежде было даровано Мусе? Они сказали, эти два колдовства, Коран и Тора, поддерживают друг друга. Они также сказали, мы не веруем ни в одно из них. Скажи, если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним. Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желанием. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желанием без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Мы довели до них слово, чтобы они могли помянуть назидание. Те, кому мы прежде даровали Писание, уверовали в Него Коран. Когда им читают его, они говорят, мы уверовали в Него. Это истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами. Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем мы наделили их. А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят, нам достанутся наши деяния, а вам ваши. Мир вам. Мы не желаем следовать путем невежд. Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем. Они, неверующие мекканцы, сказали, если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли. Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Однако большинство их не ведает этого. Сколько селений, которые были неблагодарны за средства к существованию, мы погубили. Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это. Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял в важнейшие из них посланника, который читал им наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками. Все, что вам даровано, является всего лишь приходящим благом мирской жизни и ее украшением. А у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете? Неужели тот, кому мы дали прекрасное обещание, с которым он непременно встретится, равен тому, кого мы наделили приходящими благами мирской жизни и кто в день воскресения предстанет в числе обитателей ада? В тот день он воззовет к ним и скажет, где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали? тогда те относительно которых подтвердилось слово скажут «Господь наш, вот те, которых мы ввели в заблуждение, мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими, мы отрекаемся от них перед тобой, не нам они поклонялись». Им скажут «Призовите своих сотоварищей». Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем! В тот день он воззовет к ним и скажет «Что вы ответили посланникам?» В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. А тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в числе преуспевших. Твой Господь создает, что пожелает и избирает, но у них нет выбора. Аллах причист и превыше тех, кого они приобщаются, товарищи. Твой Господь знает, что кроется в их груди и то, что они обнаруживают. Он, Аллах, кроме которого нет иного божества, ему надлежит хвала в первой жизни и в последней жизни. Он принимает решение, и к нему вы будете возвращены. Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите? Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам день до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее? Неужели вы не видите? По Своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны. В тот день Он вас зовет к ним и скажет, «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» Из каждой общины мы выберем свидетеля и скажем, «Приведите ваши доказательства». Тогда они узнают, что истина с Аллахом, и покинет их то, что они измышляли. Воистину, Корун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему, «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих». Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывая свои доли в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие. Он сказал, «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали, «Вот если бы у нас было то, что даровано коруну, воистину он обладает великой долей». А те, которым было даровано знание, сказали, «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали правильно, но не обретет этого никто, кроме терпеливых». Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе. А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали, «Ох, Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает». Если бы Аллах не оказал нам милость, то он заставил бы землю проглотить нас. Ох, неверующие не преуспеют! Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали. Тот, кто не спослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения, в Мекку или в рай. Скажи, мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении. Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих. Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников. Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него. Всякая вещь погибнет, кроме Его лика. Только Он принимает решение, и к Нему вы будете возвращены. Сура Аль-Анкабуд Паук Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Алиф, Лям, Мим Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят нас, спасутся от наказания? Скверно же они судят. Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он слышащий, видящий. Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы простим их злодеяния и воздадим за наилучшее из того, что они совершали, или лучшим, чем то, что они совершали, или наилучшим образом за то, что они совершали. Мы заповедали человеку быть добрым к родителям. А если они станут сражаться с тобой, чтобы ты приобщал ко мне сотоварищей, о которых ты ничего не знаешь, то не повинуйся им. Ко мне предстоит ваше возвращение, и тогда я поведаю вам о том, что вы совершали. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в рай вместе с праведниками. Среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха. Но стоит им пострадать ради Аллаха, как они принимают искушение людей за мучение от Аллаха. Если же явится победа от твоего Господа, то они непременно скажут, мы были вместе с вами. Но разве Аллаху не лучше знать, что таится в груди миров? Аллах непременно узнает тех, кто уверовал, и непременно узнает лицемеров. Неверующие говорят тем, которые уверовали, следуйте нашим путем, и мы возьмем на себя ваши грехи. Они не возьмут на себя даже части их грехов. Воистину, они лжецы. Они непременно понесут свое бремя и другое бремя вместе со своим бременем. В день воскресения их непременно спросят о том, что они измышляли. Мы послали Нуха к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет, без пятидесяти годов. Они были беззаконниками, и их погубил потоп. Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали его, ковчег или чудесное спасение, знамением для миров. А вот Ибрахим сказал своему народу, поклоняйтесь Аллаху и бойтесь его. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены. Если вы сочтете это ложью, то ведь до вас целые народы считали это ложью, но на посланника возложена только ясная передача откровения. Неужели они не видят, как Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его? Воистину, это для Аллаха легко. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз. Затем Аллах создаст конечное творение, воскресит мертвых. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает, и к Нему вы будете возвращены. Вы не сможете сбежать ни на земле, ни на небе, и не будет у вас покровителей и помощников помимо Аллаха. Те, которые не веруют знамение Аллаха и во встречу с Ним, потеряли надежду на мою милость. Именно им уготованы мучительные страдания. В ответ его народ лишь сказал, убейте его или сожгите, но Аллах спас его из огня. Воистину, в этом знамение для верующих людей. Он сказал, вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви или ради любви друг к другу в мирской жизни. Но потом, в день воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет огонь, и не будет у вас защитников. В него уверовал Лут, и он, Ибрахим, сказал, я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. Воистину, он могущественный, мудрый. Мы даровали ему Исхака и Якуба, а его потомству пророчество и Писание. Мы даровали ему его награду в этом мире, а в последней жизни он будет в числе праведников. Вот Лут сказал своему народу, воистину, вы совершаете мерзость, которую не совершал до вас никто из миров. Неужели вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете предосудительные на своих сборищах? В ответ его народ лишь сказал, нашли на нас мучения от Аллаха, если ты один из тех, кто говорит правду. Он сказал, Господи, помоги мне держать верх над людьми, распространяющими нечестие. Когда наши посланцы прибыли к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали, мы собираемся погубить жителей этого селения. Воистину, его жители являются беззаконниками. Он сказал, но ведь там Лут. Они сказали, нам лучше знать, кто там. Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся позади. Когда наши посланцы прибыли к Луту, он огорчился и почувствовал свое бессилие. Тогда они сказали, не бойся и не печалься. Мы спасем тебя и твою семью, кроме твоей жены, которая будет в числе оставшихся позади. Мы не извергнем на жителей этого селения наказание с небес за то, что они грешили. Мы оставили от него, селения народа Лута, ясное знамение для людей разумеющих. Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба, и он сказал, о мой народ, поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на последний день и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Они сочли его лжецом, и тогда их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. А также адиты и самудяне, вам это ясно по их жилищам. Сатана представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, хотя они были проницательны. А также корун, фараон и хаман. Муса явился к ним с ясными знамениями, но они превознеслись на земле и не смогли опередить наказание. Каждого мы схватили за его грех. На некоторых из них мы наслали ураган с камнями, некоторых из них поразил чудовищный вопль, некоторых из них по нашему велению поглотила земля, а некоторых из них мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище это жилище паука, если бы они только знали. Воистину, Аллах знает всех тех, кому они поклоняются помимо Него, или знает, что те, кому они поклоняются помимо Него, являются ничем. Он могущественный, мудрый. Такие притчи мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием. Аллах создал небеса и землю воистине, воистину в этом знамении для верующих. Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. Аллах